Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает его по дому. Сегодня речь пойдет о великолепном художественном романе, о великолепном историческом романе, который мне попался совершенно случайно в руки. Но, я вас уверяю, художественный роман, написанный на основе каких-то исторических или биографических событий, это то, что мне крайне нравится. Я просто редко об этом рассказываю. Я предпочитаю сейчас нон-фикшн. В детстве и в юности я читал очень много подобного, но сейчас мне ближе научно-популярная литература по истории. Хотя вот такие вещи, как «Улица Сервантеса», я горячо рекомендую. Действительно, эта книга, пусть на несколько минут, пусть не всем своим текстам, ладно уж, но вернула меня в то счастливое детство, когда я с восхищением проглатывал десятками страниц, впервые открыв для себя Вальтера Скотта, «Трех мушкетюров» и так далее. Вот «Улица Сервантеса» — это книга, хоть и полна различных трагических подробностей, потому что кто знает биографию Сервантеса, тот прекрасно понимает, что рассказ о ней веселым-то не будет. Значит, эта книга прекрасно погружает нас в эпоху. История Испании — история достаточно страшная. Она полна удивительно мрачных вещей. И кто смотрел фильм «Призраки Гои», тот понимает, о чем я. Еще не отгремело до конца эхо реконкисты. Еще вот это выпирающее с железными кровавыми крючьями средневековья изо всех ногов торчит. И вот на этом фоне происходит жизнь Сервантеса, который совершенно не получил заслуженного признания при жизни. И не получил воздаяния, которое дает судьба смелым, умным, талантливым. А могла бы дать. Но, к сожалению, он испытал и нищету, и безвестность, и притеснение. Он был солдатом. Он сидел в тюрьме, конкретно так сидел. Он участвовал в страшных кровавых совершенно битвах. Прилипанто, он потерял руку, точнее, больше не действовало у него. Это, в общем, писатель, который, я бы сказал, много чего перенес. И в романе все это есть. Там хватает потрясающих подробностей. Это художественный текст, но он вышед именно по конве биографической, реальной биографии Сервантеса. Крутится все вокруг загадки, связанной с так называемым фальшивым Дон Кехотом. История создания главного романа мировой литературы. Это под заголовок книги, и я, пожалуй, обойдусь без спойлеров. Так и быть, я не буду вам рассказывать, в чем эта проблема. Скажу только, что стоит вам прочитать маленький рассказик Хорхе Луиса Борхеса. Значит, тоже классика испанской литературы. Вот здесь два эпиграфа предваряют роман из него. И второй, слава, вероятно, худшая из недоразумений. Такой удивительный парадокс, да? Оксюмарон, да? Вот. Это цитата из рассказа Пьер Минар, автор Дон Кехота. Как же так? Какой такой Пьер Минар? Сервантес, автор Дон Кехота. Вот прочитайте рассказ Борхеса, прочитайте примечание к этому рассказу, допустим, Бориса Дубина. У вас масса появится соображений по поводу того, какая, скажем так, какой символический ряд встает за образами улицы Сервантеса. И это действительно так, потому что вторая часть Дон Кехота для тех, кто совсем не в теме, была написана позже первой и была написана в ответ на поддельные тексты, которые появлялись под именем Сервантеса. И так как до зарождения классического авторского права еще оставалось, ой-ой-ой, сколько, то, конечно, автору было очень обидно, очень неприятно. И даже прирезанной дуэли, значит, вора и соперника, и, значит, неизвестно кого, да, он не мог. Тут возникает несколько литературовических загадок и биографических, они в романе раскрываются. Автор дает свою версию событий, вот. Я пересказывать ничего вам не буду, ни за что не скажу, чем все кончится. Я только скажу, что это очень драматичное чтение. Здесь есть и несчастная любовь, здесь есть и случайный дуэль, глупая, нелепая, карточный спор, который привел к ранению, да, и к бегству с родины, значит, главного героя. Там даже что только не происходит. Достаточно сказать, что я уже намекнул, что биография Сервантеса это не мёд и пряники, и когда будете читать, вы поймете, что действительно было очень жестокое время, очень жестокие испытания. Вот, допустим, он попал в плен, проданный в рабство, будучи, да, он, значит, содействует побегу, и после этого нам рассказывается, как на его глазах бьют палками по пяткам. Это не просто какое-то наказание, типа школьных розок. Это когда палками бьют по пяткам так, пока кость не покажется из пятки. Такой человек после этого ходить не мог вообще нормально никогда, да, значит, самостоятельно передвигаться многие месяцы. То есть побега уже больше не будет. После того, как это наказание завершено, и люди уже потеряли сознание, которое таким образом били, значит, на глазах Сервантеса отдаётся приказ. А завтра их сжечь у столба. То есть они это претерпели, да, но это не вовсе до того, чтобы больше эти рабы не убежали, да, в пример остальным сжечь у столба. А Сервантеса заточить в тюрьму, выдать ему тысячу плетей, значит, после чего обрезать и оскопить. Это наказание совершенно чётко не преследует. После тысячи плетей, во-первых, человек не выживет. Их надо давать таким образом, перемежая, значит, экзекуции длительными периодами лечения, чтобы человек выжил. То есть это страшное наказание, растянутое неимоверно надолго. А всё последующее, вот это чудовищное, оно как раз направлено на то, чтобы сломить гордого испанца, да, и вовсе не убить его. К счастью, Сервантес встречает там одного человека, который помогает ему, не скажу, как, не буду вам пересказывать сюжет, не скажу, как, помогает ему избежать этого чудовищного надругательства, да, и он выживает, и он возвращается на родину в итоге. И вот эти вот подробности страшные, и вот эта вот любовь, и вот этот вот невероятный совершенно комок интриг, честолюбие, желание, это всё настолько здорово. Кто из вас читал «Жизнь Вассари Рио Стармеса», тот классическое произведение, тоже литература авантюрная, тот прекрасно поймёт, как эти книги, как эта жизнь помогает не сломаться, помогает действительно оставаться на плаву, когда вокруг такое вот творится. И «Улица Сервантеса» в этом отношении, в этом смысле, очень оптимистичный роман. Я хочу сказать, что, будучи не столь знакомым с биографией реального Сервантеса, будучи не столь знакомым со всем корпусом его произведений, я совершенно чётко ощущаю, что мне хочется теперь побольше узнать об Испании того времени, как она отошла. Я был там всего один раз в жизни, в короткой туристической поездке. Я не такой уж большой поклонник испанской литературы и поэзии. И вот я с удовольствием для себя сейчас открываю испаноязычных авторов. Я практически не читал Хименоса до взрослого состояния. Я очень мало читал классиков испанских до 20 века, значит, предыдущих. Я, конечно, люблю Далии, я знаю, что происходило в 20 веке, но мне крайне хотелось бы узнать больше. И вот теперь я точно буду пересчитывать и назидательные новеллы, и другие произведения Сервантеса. В коротком предисловии автор говорит, что он инкорпорировал в текст, он использовал фрагменты из произведений Сервантеса. И знаток, конечно, их узнает. Я совершенно не могу поручиться, что я узнал как биографические источники, так и тексты Сервантеса. Но это говорит как раз о мастерстве рассказчика, о том, что он все, что взял из исторических и художественных источников, он очень ловко все это использовал в тексте, так что художественная ткань, она не нарушается. Ты читаешь, ты действительно погружаешься в эпоху. Эпоху, конечно, смутную, смутное время. Эпоху, конечно, очень кровавую, эпоху удивительную. И биография Сервантеса, не слопленного человека, который сумел таки добиться своего и создать не просто Дон Кихота двухтонного, а создать биографию настоящего писателя и корпус текстов настоящего классика на все времена абсолютно бессмертного. Это крайне интересно. Читайте, наслаждайтесь. Хайме Манрике, американский писатель. «Улица Сервантеса. История создания главного романа. Мировой литература». Но это художественный роман, это не литературоведение. Это потрясающая биография, полная вот этих вот авантюрных подробностей. Спасибо за внимание.